Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Наверное, у вас часто бывали подобные случаи, когда к вам наглянули гости, а вы не готовились. Вот для таких случаев, или просто для вкусного семейного ужина, так сказать, в одной тарелке. Мы вам покажем сегодня классное наше фирменное блюдо. Картофельная запеканка с фрикадельками в сметанном соусе. Блюдо получается просто потрясающе, очень сытное и очень вкусное, с ярким вкусом. Можно готовить и не в сметанном, можно готовить и в томатном соусе, но это отдельный рецепт, наверное, будет. Итак, для фрикаделек нам понадобится немножко мяса, мы взяли половину свинины, половину говядины. Точные пропорции на вот такой вот семейный ужин на троих вы найдете в описании видео. Яичко, яйцо и луковицы. Для присыпки нам понадобится твердый сыр, для соуса чеснок, сметана и мы взяли базилик. Можно использовать итальянские травы, можно использовать вообще для сметанного соуса любые специи, которые вы любите. Можно туда и перца, кстати, побольше. Вот я люблю перца побольше, например, особенно в соусах. Но будем готовить без перца, так как на большой аудитории, скажем так. Картошка. Обычная старая картошка. Можно использовать молодую, совсем маленькую, но тоже это отдельное блюдо получится, отдельная запеканка. И красный перец. Вот для фарша я взял для фрикадели красный перец, потому что я люблю все острое. Для запекания мы используем вот такую вот керамическую форму. Очень удобная штука. У меня и лазанью классно делать, всякие каннеллони и, в частности, запеканки. Итак, друзья, давайте начнем с фарша. Фаршем для фрикаделек никаких ограничений нет. Если вы любите фрикадельки пожирнее, возьмите просто свинину. А если очень пожирнее, возьмите шейк. Если любите такие средненькие, то можно взять нежирную или среднежирную свинину и немного говядины. Если любите вообще пресные, суховатые фрикадельки, то можно добавить куриной грудинки. В любом случае получится вкусно. Ну вот, мне больше всего нравится и смесь свинины и говядины. Вообще, я люблю фарш из смеси мяса. Подготовим все для измельчения на мясорубке. Мясо вместе с луком перекрутим на мясорубку. В перемолотый фарш вбиваем яйцо, хорошенько перемешиваем. Естественно, добавляем соль и перец. Соль добавляем по вкусу, друзья. Кто-то любит более соленое, кто-то менее соленое. Ну, я вот так вот возьму, наверное, одну четвертую часть столовой ложки. А перца люблю побольше. Можно фрикадельки добавить, кстати, какие-нибудь итальянские травки. Будет вкусно. Ну вот, я ограничусь в нашем случае перцем. Хорошенько вымешиваем и отправляем его в холодильник. Процедура совершенно необязательная. Но я люблю, чтобы фарш настоялся, ну, хотя бы минут 15. То есть, не сразу из него готовить, а чтобы он хотя бы минут 15. Чтобы лучок, и если мы добавляем тем более какие-то специи, чтобы все это раскрылось. Но так как мы готовим быстрое блюдо, не будем злоупотреблять терпением наших гостей, которые к нам должны нагрянуть. И хотя бы на 15 минут фарш в холодильник. Пока фарш охлаждается, приготовим соус. Чеснок можно вот таким вот методом измельчить. А можно классическим методом раздавить его ножом и немножечко порубить. Добавляем сметану. Базилик. И посолим соус. Я возьму... Картошку мы солить уже не будем, поэтому для соуса возьму... Там много, наверное... Вот такую вот чайную ложку бы сверху солить. Хорошенько перемешиваем. Отставляем в сторону. Теперь подготовим картофанчик. Картофанчик режем вот такими вот шайбочками. Толщиной миллиметров 5. В общем, я его сейчас нарежу, все, весь. И продолжим, друзья. Фарш охладился и приступим к крикаделькам. А, я забыл одну важную штуку. Форму для запекания смажем оливковым маслом. Хотя оно не так, ну, любым маслом можно. Можно оливковым, можно подсолнечным, можно кукурузным. Главное, не машинным. Потому что мне кажется, что далеко мы так не уедем. Теперь лепим фрикадельки. Вот так вот их постукиваем. Для того, чтобы выбить из них воздух. Делаем такие шарики. Так, чтобы он у нас был размером примерно с картофан порезанный. Обмакиваем эти шарики в панировочных сухарях. Панируем. Теперь выравниваем. И выкладываем форму для запекания. Главное сделать себе фрикадельки. Ну, это для меня главное. Одинакового размера. Потому что у меня с этим сложности. У меня сейчас будут одни большие, одни маленькие. Когда Лариса делает фрикадельки, они у неё все ровненькие. Такое впечатление, что она их делает с помощью какого-то сложного инженерного измерительного инструмента. А у меня фрикадельки получаются разнокалиберные. Укладываем в форму неплотно, чтобы у нас остались расстояния между фрикадельками. Мы будем заполнять картофанчиком. Точно так же я сейчас налеплю остальные фрикадельки. Постараюсь сделать их одинаково. Свободное пространство между фрикадельками заполним картофанчиком. Вот так вот. Чтоб красиво у нас было. Чтоб много мы фрикаделек налепили. Но ничего, фрикаделек много не бывает. Тем более во вкусном семейном ужине. Главное сюда теперь всю картошку закартошить. Не поместилась у меня одна картошина. Но ничего страшного. Перемешиваем соус. И аккуратненько заполняем форму. Так, чтобы фрикадельки покрылись соусом. Духовку в это время поставили на разогрев. И разогреваем до 200 градусов. Фрикадельки утонули. И больше туда соуса не надо. Вот я его много приготовил почему-то. В рецепте исправлю, напишу поменьше. Не знаю, что-то какая-то ошибка произошла. Сейчас это в духовку. Отправляем фрикадельки на запекание. На ориентировочно 45 минут. Сейчас я точно включу таймер. И по окончанию запекания скажу время. Еще раз напомню, духовка разогрета до 200 градусов. Через 35 минут произведем священодейство. О, какая красота! Мы натерли твердый сыр. Можно использовать в принципе любой сыр. Можно российский, можно голландский. Любой сыр твердый, который плавится. Вот пармезан не знаю, навряд ли. Посыпаем сырочком нашу запеканочку. Смотрите, какая красота! Как она булькает красиво! А какая она вкусная, друзья! Какой здесь запах! Вот чесночок, который мы добавили в соус. Он просто благоухает. Пахнет вообще невероятно. Посыпаем сырочком. И отправляем на запекание еще минут на 10. Не больше. Сырочек образует такую красивую поджаристую корочку. Через 10 минут наше блюдо готово. Посмотрим, что же у нас получилось. Красотища! Друзья, аромат от этого исходит просто потрясающий. Ну, невероятный. Он вызывает немедленное желание ужинать. О вкусе я вам расскажу через несколько минут, когда блюдо немножко остынет. Итак, друзья, наше фирменное семейное блюдо. Запеканка, картофельная запеканка с фрикадельками. Вот сейчас у нас будет семейный ужин. А иногда мы готовим ее даже на праздничный стол. Поверьте, это очень вкусно. Я вот сейчас вот попробую и попытаюсь вам рассказать, насколько это вкусно. К сожалению, YouTube не научился еще передавать запахи, вкусы, все ароматы, которые у нас сейчас на кухне. Но это реально очень вкусно. Оно нежнейшее. Начну с картошечки. Так, кушать хочется, друзья. Это наш ужин. Действительно, настоящий. Картошечка нежнейшая. Она тает во рту просто. Базилик придал соусу и в том числе и картошке неповторимый аромат. Давайте фрикадельку. Фрикаделька просто классная. Соус ее. Фрикаделька вообще подрезная. Она настолько вкусная. Кстати, я боялся, что я немножко пересолью. Вообще, я, наверное, еще и досаливать буду. Поэтому по соли все нормально. Друзья, простите. Очень хочется кушать. Африкаделька очень вкусная. Африкаделька очень вкусная. Дорогие друзья, с удовольствием представляем вам наш семейный рецепт. Так сказать, праздничный ужин в одной тарелке. Поверьте, очень вкусно. Попробуйте, вам понравится. Ну, конечно, по этому блюду вопросов у вас не будет. Если вдруг будет, естественно, задавайте их, как обычно, в комментариях. Ну, и надеюсь, надеюсь, что видео вам понравилось. И вы поставите нам с Ларисой палец вверх. А мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго. Пока.